Детский сад Детский сад Детский сад Детский сад Зафиксирована преемственность уровня образования. Теперь образовательный процесс непрерывен. Он начинается в самом раннем детстве, в саду, чтобы не закончится уже никогда. Можно ли совместить в дошкольном возрасте образование и развитие? Не обернется ли новая образовательная политика преждевременной усталостью от знаний? Не потеряем ли мы естественного человека? Об этом размышляют гости в студии программы «Тем временем». С удовольствием представляю моих собеседников. Александр Извотович Адамский, научный руководитель Института проблем образовательной педагогики «Эврика». Здравствуйте. Мария Владимировна Тендрякова, кандидат исторических наук, доцент учебно-научного центра социальной антропологии РГГУ, старший научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН. Здравствуйте. Здравствуйте. Александр Григорьевич Осмолов, доктор психологических наук, академик РАУ. Здравствуйте. Здравствуйте. Вера Филипповна Курбатова, руководитель клуба экспертов образования. Здравствуйте, Вера. Здравствуйте. Игорь Михайлович Ремаренко, ректор Московского городского педагогического университета. Здравствуйте, Игорь Михайлович. Добрый день. Ольга Александровна Шиян, ведущая научный сотрудник лаборатории развития ребенка Московского городского педагогического университета. Здравствуйте. Здравствуйте. Для большинства, и для меня в том числе, формулировка детский сад как институт культуры звучит скорее забавно, чем содержательно. Детский сад, ну это то, что помним мы с детства. Это дети, высаженные по горшкам, расписание, подъем, манная каша, главная забота о здоровье, чтобы не повредили чего. Но, судя по всему, в мире произошли колоссальные перемены не только в сфере технологии, образования, высшего, пожизненного и иного прочего, но и в таких, казалось бы, неочевидных местах, как детский сад. Александр Зоевич, что произошло? Все, о чем вы говорили, осталось, безусловно, но с момента в следующий день детский сад становится основной частью образования, потому что он дает, во-первых, те необходимые взрослому человеку компетенции, навыки и способности, которые ему сейчас пригождаются в общественном производстве, чего раньше не было. Способность работать в команде, чувство юмора, менять роли, позиции и так далее, и так далее. А во-вторых, детский сад формирует, дошкольное образование формирует такие компетенции, которые потом не компенсируются. Все можно компенсировать. Школьные дефициты и так далее. А то, что в детском саду, то компенсировать нельзя. И в этом смысле успешность человека, его позитивная социализация, его семейное, карьерное и даже материальное благополучие сегодня, я в этом убежден, зависит от дошкольного образования. А с другой стороны, то, как будет сохраняться и развиваться культура в огромной степени, тоже зависит именно от этого. Ольга Александровна, в моей бедной голове это все не умещается. Особенно, когда я слышу, что там система полилингвальных садов, ну все, приехали. Как это возможно? И где эти детские сады взять? Про полилингвальные сады это, скорее, наверное, Александр Изотович расскажет. Но на самом деле, вот даже факт, что много уже было передач, посвященных образованию, а про дошкольное образование не только сейчас, она состоялась. Она говорит о том, что дошкольное детство мы только открываем. Это такой парадокс, потому что, на самом деле, исследования, в которых было доказано, что ключевые моменты появляются именно в этом возрасте, они уже, в общем, имеют достаточную историю. Тут, вот, конечно, сразу возникает опасность, что мы начинаем метаться вот между двумя крайностями и говорить, что там дети в детском саду, они должны играть, или они там должны учиться, или только играть, или только учиться. Вот сразу надо сказать, что это ложная дилемма, потому что при том, что оказывается, что дошкольного образования общие цели с общим образованием, но ситуация должна быть совсем другой. То есть можно совершенно не школьными, не учебными способами готовиться вот именно к тому, чтобы жить в этом активном мире, быть инициативным. Это колоссальная проблема. У нас почти ни у кого нет другого дошкольного опыта. Вот возникает вопрос, откуда его брать, это прямо серьезный вопрос. Ну, а потом, Игорь Михайлович, прошу, откуда вы кадры взяли? Вот для начала, Александр Григорьевич, ведь вы же написали, насколько я понимаю, стандарт, вообще детский сад, стандарт, вот опять... Стандарт, конечно. Некоторые вещи должны сходиться, которые раньше не сходились. Что в этом стандарте, про что он, и решаема ли вообще, говоря, эта задача? Детская дошкольная жизнь с самого начала строится по формуле. Пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что. Где что стандарт? Да. И в этой ситуации, когда предлагается, что такое стандарт, как программа, помогающая жить в нестандартных, непрогнозируемых ситуациях, программа, для которой ключевой момент, поддержка, разнообразие детства, а не унификация детства. Ключевое, не подготовка ребёнка к школе, не ребёнок должен готовиться в школе, об этом уже говорилось, не он должен быть рабом школьных схем обучения, а школа должна готовиться к ребёнку. И говорим о самой ценности детства. Вот такого рода стандарт родился, и в нём уже нет вопроса, какой деятельностью заниматься ребёнку. Веер деятельности с самого начала. С самого начала многообразия деятельности, а тем самым многообразия сознаний, а тем самым многообразия языков. По большому счёту, есть три линии, которые пересекаются в дошкольном детстве, и сегодня, благодаря логике культурно-исторической психологии Выгодского и его учеников, прежде всего, Ильконина, Запорожца, мы можем сказать, ребёнок в мире детства окунается, простите за термин, в три разнообразных деятельности. Первая. Через всё детство, а потом далее тянется, великая деятельность общения со сверстниками. Вторая деятельность, о которой уже упоминалось, и которой раньше только сводилась детская жизнь, это игровая деятельность в самых разных его формах. Ребёнок вводит себя в мир жизни через игру, он обучается через игру, поэтому принцип обучения через общение, принцип обучения через игру, и, наконец, принцип обучения, когда ребёнок бесконечный исследователь, всё это ключевые линии нового стандарта, помогающие проектировать сады. Сады в том смысле, которым придавал этому слову Лихачёв, когда говорил. Поэзия садов. Поэзия садов. Игорь Михайлович, а во-первых, видели ли вы такие детские сады? Это во-первых. Во-вторых, где взять кадры? Привычная воспитательница с такой задачей не справится. Вы знаете, действительно, я с вами соглашусь, что обычная воспитательница не справится, но мы-то как раз недавно занялись подготовкой педагогов для детских садов. У нас всего лишь три года, как в наш состав, вошли несколько колледжей. Сейчас это 3,5 тысячи детей. У нас обучается как раз по программам дошкольного образования. Это будущие воспитатели детских садов. Есть ведь и парни, которые идут на программу дошкольного образования. Советский фильм «Усатые няни». Советский «Усатые няни». Они его не смотрели уже нынешнее поколение. Они живут в таком большом городе, в большом мире, и для них, скажем, то, что происходит в Европе, когда заведующий детским садом воспитатель детского сада мужчина, это уже не столь такая новинка. То есть они к этому привыкли. Что этих ребят влечет, и как мы видим, можно постепенно менять эту подготовку. Ну, во-первых, все они имели какой-то опыт работы с малышами. Им показалось, что дети их любят. И вот подчас те, кому неинтересно идти в 10-11 класс, а в основном идут после 9 класса на эти программы, они думают, что ну раз у меня это получается, почему бы и не попробовать. А там видно будет, ведь еще в бакалавриат, магистратура, можно много раз уточнить, куда идти. Потом ребят начинают увлекать, и они учатся проводить занятия по художественному творчеству, по каким-то азам обучения грамоте, по играм на свежем воздухе и так далее. Вот когда так строится обучение, они чувствуют, что да, они в самом деле чему-то конкретному в работе с детьми учатся. Это, в общем, вполне увлекает. Тут надо сказать, что сейчас во многом все, что происходит в образовании, определяется международными сопоставительными исследованиями. Есть они и в дошкольном образовании. Страны сравнивают себя сейчас по дошкольному образованию. Так вот, там видно, что определенные навыки воспитателей детских садов, у нас, ну у нас очень неплохо развита забота о безопасности, у нас 2000 параметров детский сад должен выдерживать, согласно требованиям Роспотребнадзора, чтобы функционировать. Могу об этом отдельно рассказать. Нет, 2000 не отперечисляли от него. Но это очень увлекает. Так вот, по данным международных сопоставительных исследований, в чем мы отстаем, это в том, что воспитатели, они очень хорошо умеют заботиться, но чуть хуже умеют заниматься развитием. Например, у нас принято, что человек, который занимается музыкальным воспитанием детей, и он приходит один-два раза в детский сад в течение недели и дальше там куда-то уходит. Международная практика показывает, что более перспективная программа, когда сам воспитатель в процессе занятий уже может детей увлечь музыкой, рисованием, еще чем-то. И вот это, конечно, позволяет по-другому взглянуть на воспитателя. Но это вот только сейчас начинает происходить, действительно, когда появилась возможность помыслить детский сад в пространстве культуры, в пространстве такого глобального образования. Мария Владимировна, а если мы так рано включаем в образование, мы их детство не решаем? Вы знаете, мне кажется, образование, воспитание невозможно противопоставить друг другу, когда мы говорим о маленьких детях. Ребенок вышел в мир, и все, что он видит, работает и на воспитание, и на образование. И я подумала, что самое главное в детском саду начинается? Ребенок приходит из обычно, нынче, молодетной семьи, вот он один, два, единственные, залюбленные. Главное, он выныривает из какого-то своего мира, большой мир, и он должен открыть и научиться коммуницировать. Общение, да, очень сложно. вот то самое общение, преодолеть такой славный детский эгоцентризм, когда играет рядом, но не вместе, научиться играть, научиться взаимодействовать. Игра совершенно не противопоставляется учебным методикам. Один из проверенных, конечно, открыт, каждый век мы его открываем, но где-то с античных времен уже знали, что детей надо учить играючи. Вот, если хотите, маленькую цитату приведу я. Что касается греческого, то отец имел намерение обучить меня этому языку, используя совершенно новый способ, путем разного рода забав, упражнений. Вот такой вот новый метод описывает не кто-нибудь, а Мишель Монтень в 16 веке. Вот детский сад, вот и Героин. С 18 века до сегодняшнего дня эти детские сады как система, так и не появились. Но как мечта и как образ необходимого будущего всегда присутствует. А вот у меня как раз вопрос к Вере Филиппе, это не останется мечтой? Ну, мне кажется, все к тому идет, что это такая неизбыточная мечта. Ну, я просто, у меня пятилетний ребенок, и я хожу часто в сад, я прихожу в сад, у меня ощущение, что то же самое было со мной, все, что говорит мне ребенок, это ровно то же самое. Мне просто кажется, что померить количество занятий или проконтролировать чешки, одел ребенок на занятия, или там другие ботинки, гораздо проще, чем проконтролировать методику игры, понравилось, не понравилось. Но факт остается фактом, что ребенок, когда приходит домой, рассказывает о том, что было на завтрак, обед и ужин, рассказывает о каких-то вот мелочах организационных, но никогда не рассказывает об эмоциях, что он испытал, или что ему понравилось. Это удивительно плохо, я бы сказала. Вот, Александр Золотович, точка входа. Плавно подошли. Да, ваш проект. Что же делать? Очень серьезный разговор, мне кажется, что здесь очень важно так целостно, комплексно к этому подойти. Первое. Движение дошкольного образования определяется развитием ребенка и детства как такового. Психологи много уделяют внимания тому, как само детство развивается, как оно меняется, как оно становится другим и так далее. И в этом смысле мы просто не можем не замечать, как дети стремительно догоняют и перегоняют взрослых в своем развитии. Стремительно. Моему внуку годы 8 месяцев он мне звонит по фейстайм. Но печальная история заключается в том, что так стремительно развиваясь, дети обгоняют не только воспитателей, они обгоняют и учителей первого класса. Они приходят в первый класс, ну, выражаясь формальным языком, более компетентны, чем учителя в информатике, в той же компьютере, в языках и так далее. Но без мелкой моторики. Вот я специально взял на эту программу, я знал, что эта тема возникнет, стилус и компьютер. Я пишу без вот этой ручки. Но вы не в детском саду. К сожалению. К сожалению. Вот это важное замечание. Это первый сюжет. Второй сюжет про пуллинвальность, если позволите. История началась с проектов федеральных инновационных площадок в регионах с многими языками. Бурятия, Татарстан, Якутия и так далее. И мы заметили, что многие мамы не хотят отдавать своих детей в национальные детские сады. Потому что дети потом вырастут, им в мединститут идти, в университет учиться. А там по-русски все. И возникла такая проблема. Либо сохранение и развитие идентичности, либо, так сказать, социализация, вот, но тогда на другом языке. И родилась идея не уроков, вот я очень хочу поддержать Ольга Александровна в этом смысле, да, как говорил Леонид Чуговский, детские сады нельзя превращать в маленькую школу. В этом смысле не уроков, а таких сфер жизни, жизнедеятельности, в том числе и игре, но не только, и бытовых занятий, когда на разных языках это все происходит. Вот с этим когнитивные занятия по-английски, вот с этим театр на Бурятском, вот с этим музыка и, так сказать, пение по-русски и так далее. Чтобы ребенок жил в поливингвальной среде. Если мы, то, что мы начинаем жить в поливингвальной среде. В этом смысле жизнь ребенка в детском саду в соответствии с современными вызовами, а может быть даже на шаг вперед. Это вот и есть современный детский сад как институт культуры, а не институт презрения, значит, сохранения... Презрения. Презрения, да. В высоком смысле слова. То есть, если мы всерьез говорим о детском саде как институте культуры, тогда на вырост, тогда на шаг вперед. И тут проблема воспитателей, она ключевая, она вот основная, она самая главная. И мы здесь, так сказать, в серединке, потому что мы увидели, что во многих странах Европы нет института подготовки воспитателей. Просто не существует такого, ну, не заведено. А в некоторых, как в Финляндии, наверное, очень мощно все, это очень там магистры идут в детский сад работать, отбор сильный и так далее, и так далее. И мы видим, что наша традиция российская подготовки дошкольных работников сама по себе, то, что это есть как институт, потенциально очень выгодно. Но если мы не переделаем эту подготовку таким вот, знаете, у меня единственное воспоминание про воспитательницу детского сада, это когда она говорит малышам, сидящим на горшке, воспитательный момент. Если делать, то по-большому. Вот как бы уровень, да, и в этом смысле это вызов. На излете советской власти я работал в гурнале «Дружба народов», да, и занимался, ездил много по стране, общался с самыми разными людьми. И вот, например, эстонские лингвисты стояли твердо на том, что ранняя билингвальная ситуация, в которую помещают эстонских детей, вредит им. Может быть, это был способ политической борьбы с тотальным нашествием советского против эстонского. А может быть, это было и правда. Проверял ли кто-нибудь в последующие годы эти данные или нет? Это старый спор. Была гипотеза так называемого негативного отношения к билингвизму. Искали по банальным тестам IQ, насколько это задерживает развитие. Потом появился нейтральный этап, когда говорили «Ой, осторожней, не надо говорить, что билингвизм вреден. Есть как за и против». Многие данные. Но сегодня в мире межкультурной коммуникации огромное количество исследований, в том числе эстонских, а эстонцы сейчас начинают теснить финнов, как вы хорошо знаете, в результатах школьного образования, показывают, что могут быть при стартовых некоторых условиях некоторые задержки, если нет базового овладения тем или иным языком. Но потом начинается такая, о которой говорил Александр Изотович, акселерация, настолько мощно выигрывая в разных языках, что появляется. И тут как магия Лев Семенович Выгодский, поймите, говорил он всем критикам билингвизма, благодаря второму языку ребенок утрачивает эгоцентризм, он понимает, что в мире есть системы, он начинает видеть мета-картину мира, не его язык, но я просто говорю, целостную картину мира, мир в системе, он становится рефлексирующим и понимающим человеком, убегающим от мира эгоцентризма. Ольга Александровна, но все-таки есть шанс вот этой мечты, реализованной на малых площадках, экспериментально, сделать шаг к тому, что предполагает стандарт. Стандарт предполагает, что это стандартизация нестандартного. Абсолютно. Ну, то есть распространение, то есть тиражирование, то есть присутствие в большинстве или как минимум в значительной части детских садов. Это реально или это все-таки утопия? Ну, я бы сначала все-таки уточнила, конкретизировала, что именно мы ожидаем от нового дошкольного образования. И можно, конечно, говорить, что к ребенку теперь подъявляются новые требования, а можно и перевернуть ситуацию и сказать, что, в общем-то, человечество на наших глазах последние лет 20 открывает детство для себя как ресурсный феномен. Кстати, Василий Васильевич Давыдов, он считается человеком школьным, но он еще в 90-х годах обратил свой взор к детскому саду и сказал, что именно развитие воображения это главная предпосылка школьной зрелости. И результат дошкольного образования. И результат дошкольного образования. Так вот, я Вас уверяю, что большая часть дошкольного народа пребывает в убежденности, что, в общем-то, если все остается так, как было, то все стабильно и хорошо. В этом смысле нужны исследования, которые покажут вот этот зазор между тем, что есть сейчас и теми условиями, которые нужны для развития инициативного, активного, любознательного, умеющего воображать и играть ребенка. И вот мы такое исследование провели, но мы обнаружили, что наихудшие условия в детских садах даже не для игры созданы, а для экспериментирования и для конструирования кубиков. Кубиков мы не обнаружили в детских садах в достаточном количестве. И за этим что стоит? Что у детей... А все публики спрятались в эту штучку, которую литву Александра Изотовича. В детском саду очень мало возможностей для действия руками. То, собственно говоря, вот для этой экспериментатики, без которой, не прожив которую, ребенок на самом деле потом будет плохо и в математике, и так далее. И очень мало возможностей у ребенка для реального высказывания. Сейчас появился такой термин, он еще, правда, на нашу территорию не проник, но он проникнет, гарантируем. Зарождающаяся грамотность. То есть ребенок должен осваивать грамоту, вернее, он хочет ее осваивать, он хочет высказываться. И вот эти зачаточные формы письма, которые прячутся, например, в детских рисунках, они просто должны быть поддержаны взрослыми. То есть взрослые просто игнорируют то, как ребенок начинает и хочет читать, писать и считать. И вот если все это будет поддержано, то детский сад будет меняться. Теперь, значит, первая задачка это показать зазор, вообще продемонстрировать. Нету. А вот второй вопрос, вы знаете, чем радикально отличается, например, зарубежный педагог от нашего и тем более зарубежный заведующий от нашего. Ну, это вторая часть, на самом деле, это отдельный разговор, но визуально, вот по поведению. Вот все знакомые мне заведующие зарубежных детских садов садятся с детьми на пол. Как бы у нас даже практики такой не существует, очень часто каблуки, и это такая принадлежность заведующего или там старшего воспитателя детского сада. И это не мелочи, потому что на самом деле работа с детьми, она предполагает особый и дизайн взаимодействия. И вот если первый шаг это показать зазор, нам надо его продемонстрировать, то второй шаг это работать с дошкольными педагогами, но, честно говоря, вот я как бы возлагаю большие надежды на работу с командами, потому что детский сад это системное место. Те со золотыми надеждами выпускники, которые даже приходят, если они даже прилично подготовлены в ВУЗе, попадая в систему детского сада, они просто не находят поддержки. Социализируются в худшем смысле этого слова. Поэтому вопрос в том, чтобы менять систему. Надо работать с командами. И у меня вот еще тут такое замечание, что на самом деле это вопрос выживания для дошкольных педагогов, потому что зарплата это отдельный и очень важный вопрос, но выгорание наступает именно потому, что там очень много рутины, и педагоги не видят ребенка как ресурс. Вот у него есть воображение, у него есть игра. Как только этот ресурс будет открыт, на мой взгляд, само содержание дошкольного образования станет гораздо более привлекательным для взрослых. Но я возвращаюсь к вопросу. Я учился в Ленинском педе, и все курсы, пока я учился, у нас висело в 9-й главной, тоже Ленинской, как положено, аудитории, большой плакат висел. Учитель в социалистическом обществе должен быть поднят на ту высоту, на которую он никогда не бывал. На которой он никогда не стоял, стоять не будет. А потом началась первая на моей памяти реформа, Черненковская, после которой образовательная, которой было еще множество, и вдруг после этой цитаты поставили запятую и добавили, и главное, 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 обеспечить ему достойное материальное существование. Без социального статуса и без достойного обеспечения тоже ничего не положительного. Безусловно. Как этот социальный статус педагога-воспитателя, как ему обеспечить нормальную зарплату? Без действительно каких-то финансовых вливаний, без отбора и так далее, этот статус не может быть повышен, просто априори, поэтому, ну, в общем, надо что-то делать. У нас есть некоторая, мне кажется, негласная градация среди учителей. Есть вот те, которые идут в детский сад, вот будешь плохо учиться, пойдешь работать с самыми маленькими, да? Ну, в своей истории по-другому говорят, дальше школы не зашлют. Ну, вот приблизительно это. А тут дальше детского сада. Есть там преподаватели, педагоги начальной школы, есть предметники, которые, так сказать, уже становятся знаменитыми, у них какие-то свои курсы. Вот, конечно, зарплата-зарплата, это, так сказать, условие необходимое, но недостаточно. Статус вообще педагога в обществе. Пока мы не поймем, что дети, тот самый ресурс будущего, если вы хотите что-то изобрести, так сказать, зашлите эту идею какую-то в неиспорченную стандартным мышлением какую-то детскую среду. Поддержанную стандартами. Да. Да, поддержанную не стандартами, а стандартами, да? Но эта тема, кстати, очень любят современные там писатели-фантасты или какие-то создатели фильмов, что вот когда коллектив ученых ничего не может сделать, а дети берут и что-то изобретают, потому что у них рельсы не проложены. Вот мозги работают свободно. Пока это не изменится. Решал бы. С тяжелым сердцем хочу вступить в эту дискуссию. Потому что деньги и статус это то, что должно быть. Но это не влияет на результат. Ни повышение зарплат, мы это увидели на реализации национального проекта образования, да? Ни статус, у нас есть много статусных профессий, например, работник Газпрома. и как это влияет на на что. В этом смысле это то, что должно быть. С этим нельзя спорить, да? Но у любой профессии, у любого специалиста в обществе должен быть высокий статус. У любого человека. Поэтому это бесспорно. Но это не влияет на результат. И в этом смысле во всех странах мира дошкольные работники и полицейские дискриминированы. Ну, так сложилось, да? Другое дело, что, вот я хочу вернуться изначально к вашему вопросу, а возможно ли, да, из мечты там превратиться. Посмотрите, у нас уже есть интересный случай. Педобразование. За последние там два года в педобразование пошло качественно, пошел качественно другой абитуриент. Вот я, у меня проект на физфаке, нашей с вами Ленинки бывший, да? И мы просто видим, что друг другое пошел контингент туда. Это первое. Второе, по поводу стандартов. Вы знаете, вот мы там делаем исследования разные международные, и стандарты, так сказать, Осмоловские стандарты, если про них можно так сказать, да, они пользуются очень большой популярностью за рубежом. Огромной популярностью. Потому что в этих стандартах очень точно, как бы, схвачена природа детства и возможности, а не ограничения. Там, например, отсутствует конкретный перечень результатов, да, данный храмочный характер. Это величайшее достижение. И, понятно, как, так сказать, среда развития задана и так далее. В этом смысле, еще раз хочу сказать, у нас есть колоссальные возможности превратить в массовое дошкольное образование вот то, о чем мы говорим, развитие, полилингвальность, опережающие социализацию, виды деятельности и так далее. У нас есть все для этого предпосылки. Что тормозит? Может быть, то, что я скажу, не поддержит коллеги, но мне кажется, что тормозит общественные стереотипы. Вот дошкольным образованием, как никаким другим, даже не исследования, при всем моем уважении, не правительственные решения, управляют стереотипы, ожидания, родительские ожидания. Вот надо, чтобы он был готов к школе. Можно проводить исследование, показывая, что там важное воображение, менять роль, там, способность к этому и так далее. А он знает одно, считать, читать, писать. Вы мне дайте вот это и так далее. Дисциплина, подчинение. 2000 норматив. 2000 норматив, да. А у Роспатрульного зора это сделают, потому что общественность приветствует это. Чем больше ограничителей, тем лучше. В этом смысле, общественное просвещение по поводу дошкольного, вот мне кажется, сейчас на первом месте. Как родителям рассказать, вот то, что Вера делает, это как бы очень важный момент. И много таких родителей, я у нее выступал, собираются сотни родителей, которые это немножко понимают, но сами страшатся, что их личная позиция не совпадает с большинством. Александр Григорьевич, когда сейчас Александр говорил, я вспомнил одну замечательную, изящную мысль. Попытаюсь процитировать. Когда в стране тяжело, когда правительство понимает, что кризис, когда оно совершенно лишено понимания, куда идти, где выход. Выход только в одном. Надо создать общественный стыд и общественное понимание, говорил Владимир Иванович Вернадский в начале прошлого века. Именно разрушение стереотипов, именно разрушение мира, когда дети должны выстраиваться в шеренку, мира, где господствует строевая педагогика, и тогда, может быть, родителям удобно. Но тогда родители получают то, о чем говорит Вера. Они получают, что ребенок, приходя из школы, начинает говорить чисто о формальных организационных моментах. Меня прокомментировали. Или, как в детском фильме, кто как меня посчитал. У нас слишком многое считали. И в этом смысле изменение стереотипов, установок по отношению к образованию, как возможности изменить мир, вот это является главным. Нас могут назвать утопистами. Но, знаете, некоторые утопии по-разному, но сбывались. Очень хочется, чтобы получилось. Игорь Михайлович, вот, мне кажется, это действительно очень тонкий переход, который мы сейчас на дошкольном образовании видим. Вот тоже Ольга Александровна рассказывала про исследование. Мне там запомнился индикатор, где анализировалось количество высказываний и качество высказываний, которые делают воспитатели в течение дня. Вот они разговаривают о чем-то с детьми. И дальше смотрится, какова доля высказываний регламентирующего характера, предписывающего. А какова доля высказываний, где просто с детьми о чем-то поговорили. И, конечно, если мы хотим, чтобы они освоили жесткие какие-то правила, то доля высказываний регламентирующего характера должна быть больше Это так на самом деле. А если мы хотим научиться юмору, понимать юмор. Это важнейшее качество, характерное именно для дошкольного возраста. Попробуй обойдись этими регламентирующими высказываниями. И, конечно, следствие этого сама структура норм в дошкольном образовании. Потому что сколько бы начальников не менялись, там консервативные, вместо консервативных приходят либеральные, вместо либеральных приходят консервативные. Но подход остается прежним. Они берут вот этот набор сотен норм и начинают говорить, что эта норма плохая, заменим на эту, плохая на эту. То есть не проблематизируется сама методология построения этих норм. Что я имею в виду? Что если мы анализируем подходы разных других стран в построении норм в дошкольном образовании, то мы можем увидеть такие нормы, где, например, априори предполагается, что по ряду позиций люди договариваются сами. Ну, например, питание в детском саду. Как, например, в британских стандартах написано, что надо тщательно проанализировать потребности семей, их культурные предпочтения, их традиции, по которым они питаются. И в соответствии с этими традициями, заключая договоры, те, которые приказаны в приложении таком-то, значит, и настроить систему питания. Ну вот принципиально ориентируясь на те укорененные традиции, которые есть у семей. Конечно, это опасный путь. Что скажут наши чиновники по этому поводу? Ну да, сейчас она и начнут все травиться, так сказать. Вот. Конечно, такой риск есть. Конечно, если помимо 12 возможных меню мы сами сочиняем 13 или 14, конечно, есть опасность, что там будет что-то не то. Но вместе с тем мы теряем и очень ценное качество, когда мы сами учимся по этим нормам договариваться и жить. Вот этого нет в образовании. А об чиновниками хорошо, понял, с ними договориться не получается. Хотя вы сами были крупным чиновником. А я вот про это помню и говорю. Вы знаете, есть еще одна норма, которая сейчас начинает в наших детских садах возникать очень робко. И сады начали на это ориентироваться после исследований, которые мы проводили. Это места для уединения. То есть считается, что в садике должно быть место, где ребенок берет мишку и вот пошел чем-то своим позанимался. Я не видела такого. Это вот только сейчас начинает возникать. Начинает появляться. И это не вызывает такого отторжения. Начинают ценить вот эту приватность. Вот она здесь, именно в этом возрасте. Ну, в этом возрасте коротко очень. Что такое общественное просвещение? Это вот предъявление этих образцов с припиской. И это хорошо. Да. Где-то в какой-то книге я эту формулу слышал. Вера, вы работаете с родителями. Да. Они готовы? Трудно сказать. Мне кажется, что вот очень важный вопрос. Помимо того, что есть институты, куда мы как бы отдаем детей, да, детский сад, школа, есть все-таки еще семья. И огромная ответственность лежит именно на ней. И многие до сих пор уверены, что сдав ребенка в школу, они должны получить там это, это, это и высокий балл по ЕГЭ обязательно, чтобы мама не расстраивалась. То, конечно, новая логика с новыми стандартами в детском саду и в школе, она также и применима к родителям. Родители должны заниматься образованием своих детей. Они должны вникать, они должны разговаривать с ребенком. Чего-то нет в детском саду, а всегда чего-то будет не хватать. Значит, нужно дополнить, нужно ходить в музеи. И в этом смысле хорошая тенденция, появляется огромное количество медийных проектов оффлайн и онлайн, которые рассказывают родителям, как можно, что есть такие книжки, у вас нет времени прочитать, мы вам, значит, ликбез. У вас нет времени узнать, например, вот, да, Александр Зоточек к нам ходил, рассказывал про успех в жизни ребенка. Много вопросов, очень простых, и это полезно, это работает. Главное, что лекторами выступают эксперты в области образования и разговаривают вот с простыми родителями. Ну, родительское сообщество примет проект? Уже начинают появляться даже родительские лиги и родительские сообщества. Это говорит о том, что родители тоже понимают ответственность, которая на них лежит. Это тоже очень важно, потому что это совместная работа. Может быть, это даже гораздо важнее, чем чиновники, потому что чиновники, в конце концов, подтянутся, а если родительское сообщество не примет, не получится ничего. Ясно, что если поставлена задача использовать детские сады как институт культуры, то эта задача столкнется с тем, что в детских садах, как во всех неформализованных сообществах, давно-давно существует своя контркультура. Контркультура. Это довольно странно слышать, но любой из нас в детском саду, откуда Гриба с блатной, извините, лирикой, в ее несколько обработанном варианте столкнулись впервые. Ну, давайте прямо скажем. Когда я был мальчишкой, носил я финский нож, да, или захотелось шагу переплыть в Москву-реку. Это та культура, которая возникла на пустом месте, пока вы не предлагали, мы не предлагали никакого другого варианта. Есть и мне неприличные, я не буду их цитировать. Каждый свое вспомнил. Да, каждый вспомнил свое. Но эта контркультура на самом деле уже сложилась. Не произойдет ли выталкивание... Контркультура вещмощная. И на дошкольном уровне тоже. Выталкивание той высокой культуры, которую пусть в игровой форме, но вы пытаетесь внедрить в эту среду. Ну, вот мне кажется, что как раз то, что я называю на вырост, то есть задача повышенной сложности, и есть контркультура, да, то есть полиригуальность, например, это вызов. То, о чем говорил Илья Михайлович, самодеятельность, решение и так далее. Мне кажется, что вот повышение сложности задач перед воспитателями и так далее, как раз будет отвлекать его от тех архаичных, контркультурных вещей, которые... Потому что вы правы абсолютно, где насилие рождается? Насилие рождается в детском саду. И где рождается, так сказать, ненависть ко всему другому, киценофобия и так далее. Это рождается в детском саду. Но просто убеждением воспитателя, не делай это, делай то, вопрос не решишь. Надо поставить какую-то очень амбициозную задачу, которая задаст вызов, и нужна концентрация усилий различного рода, чтобы этому вызову соответствовать. Вот полиригуальность один из таких вызовов. У меня, может, последний вопрос. А вот вы лично с каким количеством в цифрах такого рода детских садов, которые вы могли бы назвать современными, в этой жизни сталкивались? Это в десятках измеряется, в сотнях, в единицах? Сотнями точно, а может быть уже и тысячами. Это как и центральные города или не только? Это очень разные. От Сахалина до Калининграда мы можем назвать сады сети Эврика, где реализуются разные, не только полиригуальные, развивающие методики. Вот сейчас пробуют шкалы Экерса, очень многие увлечены этим. Я думаю, что это уже тысячи. Но у нас 10 миллионов детей дошкольного возраста с двух месяцев, считаю по закону, да? И это десятки тысяч садов. Это все равно не так много. Сады, воспитатели, родители хотят получить возможность выбирать. Тем самым, это и есть линия, связанная с тем, что в какой-то мере смикширует контр-культуру и ведет именно в культуру. Ну, я менее оптимистична, чем Александр Изотович. Я думаю, что таких садов меньше, но проблема в том, что просто люди норму видят не там. Вот как только обрисуется вот то, что является хорошим детским садом, я уверена, что многие будут делать такой хороший детский сад. И в отношении битвы за душу, интересы и так далее ребенка, дети очень хотят быть хорошими. Они очень хотят интересной жизни. Поэтому, если воспитатель представляет им возможность быть хорошими, заинтересованными, активными, дети будут это делать. Вы имеете в виду только пока государственные сады или частные тоже? Ну, частные сады очень неоднородные. Среди них тоже есть те, кто движется вперед. В Красноярске, например, очень мощное сообщество частных детских садов, интересно развивающиеся. Ну, их очень мало. 1% от детей в частных садах. К вопросу о контркультуре и высокой культуре. Я сказала, почему вдруг именно вы удивились, что противостояние вот этой вот контркультуры и высокой в детском саду? Собственно говоря, все общество – это диалог контркультуры, который существует во всех структурах социальных, и высокой культуры. И в детском саду, да, чем более будет насыщена вот эта позитивная программа, положительная, которая расширяет видение мира, за исключением вот своей вот какой-то такой компании, в том числе с детской агрессией, тем больше шансов, что она войдет в жизнь этих детей как альтернативный путь. У нас в детском саду была девочка Клава, вокруг которой мы собирались, и она нам рассказывала страшные истории. Ну, чаще она там про черную руку там и так далее, да? Вот. И сейчас тоже это присутствует? Это должно стать предметом диалога? Нет, то, что вы говорите, это нормальный фольклор. То, что цитировал я, это воровская романтика, поскольку 20-й век с лагерями связан неразрывно. А детская среда оказалась самой закрепляющей, самой консервирующей, самой успешно передающей эту низовую традицию от одной группы к другой, от одного поколения к другому. В любом случае, мне кажется, с этим можно работать, если воспитатель не только дает указания, а как-то пытается обсудить, откуда чего взялось. Спасибо. Вера, вы верите в успех? Да, я верю в успех. Я просто не эксперт в области образования, но мне кажется, я компетентный родитель. Мне кажется, что это, конечно, титаническая задача, но если все будут работать над ней, то что-то хорошее получится. Спасибо вам огромное за этот разговор. Я тоже утопист. Я верю в то, что у вас все получится, пусть и не сразу. И когда-нибудь мы обсудим вопрос ясельного образования, потому что если уж захватывать всю человеческую жизнь, то мы возвращаемся к старой крестьянской формуле. Воспитывать надо, пока лежат поперек, а не вдоль. После уже поздно. Спасибо вам за то, что вы расширяете представление о культуре. Культура – это то, что мы согласились считать культурой, а не то, что нам навязали. Спасибо. Успехов всем нам благодаря вам. А со зрителями увидимся в понедельник на канале «Культура». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова